привет всем вы на канале позитивный огород пришли мы убирать корневой сельдерей такой вот сельдерей вырос сейчас его выкопаем обрежем эту верхнюю зелень и корешки сегодня у нас 27 сентября корневого сельдерей у нас очень большой корень поэтому стараемся поглубже вот так вот засадить лопату и вставляем ее подальше от корня от смола чтобы его не повредить ну сейчас будем так то выкапывать очень большие корни и терпим целых ком корней ну вот какие корни наросли сколько корней у него мелких вот этих все их надо будет обстричь тоже большой такой стресса им землю ну так вот оставляем подсыхать чтобы корешки наши все подсохли вот такая вот у родилась в этом году редька зимние черные третьки есть помельче есть покрупнее ты вырвали сейчас она подсохнет обрежем ее и часть в погреб положим а часть под пол такие вот здесь прям крупненькие вот он наш сельдерей срезали все нижние корешки обрезали их и сейчас вот срежем эту верхнюю макушку главное именно дождаться того момента когда нужно убирать сельдерей не сделать это слишком рано но и не поздно то есть чтобы сельдерей у нас не подмерз какие-то маленькие заморозки у нас выдерживает но сильные заморозки ему противопоказаны поэтому желательно первые заморозки когда начинаются ночные либо его укрывать либо выкапывать чтобы у нас овощ хорошо вот этот корень точнее хранился если он попадет под сильный заморозок то уже будет плохо храниться и если все таки он у вас попал под заморозок сразу его не нужно заносить нужно чтобы он отлежался где-то в таком прохладном месте то есть не сразу в тепло его не заносить подсушим сейчас его и обрежем ты тут верхнюю макушку но вот наш корневосилидерей был обрезан вот так вот макушку тут у нас срезали зелень корешки тоже все мелкие убрали практически крупный вот можно вот так мы всегда оставляем потому что они в принципе тоже пойдут в дело первое время на посох полежал к теплице день где-то день сохнет на ночь его накрываем чтобы никакая сырость на него не попадала и соответственно еще один день он лежал и сух то есть два дня а затем вот так вот его переложили в ящик и перенесли в прохладное место на хранение такие вот клубни на росли сельдерей есть и прям вообще крупнее вот здесь внизу такие вот такой вот корневой сельдерей и редька вот тоже она лежит в пчелнике здесь температура невысокая то есть прохладно и очень хорошо здесь здесь лежать и ждать своей очереди когда ее положат на хранение уже и часть в покрепа часть в подпол ну да у кого-то подвал это в подвале хранит тоже на как и сельдерей два дня сохла на ночью накрывали и теперь вот эти все все тут подсохла уже и перенесли в пчелник чтобы здесь она в прохладе лежала и чтобы с ней все с ней было хорошо ну вот такой вот корневой сельдерей получился всем тем кому данное видео было полезным подписывайтесь на канал делитесь с друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всем самого-самого наилучшего